Добрый день! В эфире Ян Арт и тысяча и одна секунда об экономике. Власти, бизнес и общественники обсудили новые меры поддержки рождаемости. Под таким заголовком на портале РБК вышел отчет о заседании Совета Федерации, посвященном проблемам рождаемости в стране. Напомним, что ранее Росстат сообщил, что в 2022 году население России сократилось на полмиллиона человек, а к 2045 году численность россиян сократится еще на 8 миллионов. В этом году, по предварительным данным Росстата, в России родилось еще меньше детей, чем в прошлом. Так называемый коэффициент рождаемости, то есть количество детей в расчете на одну женщину, уменьшается. В 2015 году он был 1,78, в 2022 году 1,42, в 2023 падает до 1,37, а в 2024 году составит 1,32. Причем считается, что даже не для прироста, а всего лишь для простого воспроизводства населения России этот коэффициент должен составлять 2,15. Что же предлагают власти, бизнес и особенно общественники для того, чтобы как-то начать нарождаться? Предлагают поддержать рождаемость все тем же довольно тусклым набором мер так называемой социальной поддержки. В частности, предлагается обеспечить семьям с несколькими детьми программы дешевой ипотеки, отменить НДФЛ за доходов родителей многодетных семей и увеличить материнский капитал, опять же, для многодетных семей. При этом в Думе недавно обсуждали такой вариант, а не отменить ли выплату мат-капитала на рождение первого ребенка и не начинать ли поддерживать со второго? Внешне это выглядит как забота о многодетных семьях, а попутно дает экономию для бюджета. Единственная достойная социальная выплата в стране начинает раздражать родителей казенного кашта. Все это звучит на первый взгляд очень по-государственному и разумно, но вот докука, которую, видимо, упускают из вида выше поименованные власти, бизнес и общественники. Если не стимулировать рождение первого ребенка, то в семье может не дойти до рождения второго. Они, ребенки, появляются последовательно. И если у семьи упали доходы при появлении первого, то вряд ли она захочет обзаводиться вторым. Так что, полагаю, чтобы решать эту демографическую проблему, надо что-то большее, чем упражнение с ипотекой, мат-капиталом и подоходным налогом. И для начала надо признать, что ситуация с коренным населением в России является вовсе не проблемой, а настоящей национальной катастрофой. А потом думать о внедрении за счет сырьевых доходов, безусловного базового дохода для всех семей с детьми. Ну и заодно, если руки дойдут, попытаться сделать жизнь в России как-то повеселее, что ли. Может быть, менее героической, но более радостной. Хорошо. Не грохают снаряды, не горят деревни. Нечего буржуинов бояться. Некому в пояс кланяться. Живи до работы. Зато в России оказалось все отлично с имитацией процессов, ведущих к повышению рождаемости. Как сообщает Лента.ру, китайские компании заинтересовались производством искусственных пенисов в России и хотят открыть такое же производство в Поднебесной. Особенно китайским товарищам понравилась дешевизна российского фалоса, а также его выдающиеся по китайским меркам размеры. Так что, перефразируя Ломоносова, можно сказать, дерзайте, ныне ободрены, рачением вашим показать, что может хрен зело дешевый российская земля рождать. Как отмечают эксперты, после введения западных санкций, индустрия интимтоваров в России не пострадала и готова теперь осваивать просторы азиатских рынков. Правда, отмечают специалисты, придется уменьшить размеры выпускаемых презервативов, потому что в Азии их иногда путают с дождевиками. В любом случае, теперь окончательно стало ясно, вот это глупое присловие, ставшее популярным в прошлом году, наша экономика словно хрен у гномика, не имеет ничего общего с реальностью. Наша экономика это большой, качественный и дешевый хрен, правда искусственный. Напомню, что ранее депутат Виталий Милонов призывал ограничить продажу искусственных фалусов в стране и выдавать их только по рецепту врача. Но теперь, когда у интимной отрасли открылись экспортные перспективы, она может наоборот нарастить производство под лозунгом «Нихрена себе, все в Китай». Кстати, министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что по итогам этого года рост ВВП в России ожидается на уровне 3%. По его словам, нужно, чтобы в новом году тенденция роста закрепилась. Возможно, поставка пенисов внесет свою лепту в этот процесс. Лишь бы западные супостаты не оценили этот товар как продукцию двойного назначения. Каждый серьезный инвестор задумывается о диверсификации своих инвестиций. Для меня вариантом эффективных инвестиций вне биржи стали инвестиции на крауд-платформе Jetland. Крауд, на мой взгляд, дает несколько преимуществ. Первое. Все наши инвестиции находятся в российской юрисдикции под надзором Центрального банка России, который ведет реестр инвестиционных платформ. Второе. Инвестиции на крауд-платформах – это, по сути, альтернатива фондовому рынку. Все процессы и вся доходность здесь формируются не в едином цикле с фондовым рынком, который может лихорадить, который может испытывать просадки и коррекции. Третье. Доходность здесь высшей доходности банковских депозитов. Четвертое. Здесь высокая степень диверсификации наших инвестиций, поскольку наши инвестиции на платформе Jetland распределяются маленькими суммами по займам, которые выдаются заемщикам этой платформы, то есть предприятиям малого и среднего бизнеса. Клиенты инвестиционных платформ, несмотря на все потрясения последних лет, оказались устойчивы, что, впрочем, и можно было ожидать оттертого российского малого бизнеса. Процент дефолтности заемщиков платформы оказался минимальным. Пятое. Работа на платформе Jetland не требует усилий. Регистрация производится дистанционно. Лично я использую формат автоинвестирования, то есть режим автоматического распределения моих средств в соответствии с теми настройками диверсификации уровня рисков и сроков инвестиций, которые мы с вами можем выбрать. Еще один плюс для тех, кто осторожно относится ко всем новациям и намерен попробовать этот вид инвестиций, но не готов вложить в него значимую сумму. Режим автоинвестирования работает всего лишь от 2000 рублей. Поэтому вы можете попробовать инвестиции на платформе Jetland с минимальной суммой и посмотреть, как это работает. Для зрителей канала Финверсия мы с коллегами из Jetland договорились о том, что им будет предоставлен особый бонус. Ссылка на него в описании под этим видео. Росцен традиционно остается главной темой российской экономической осени. В так называемом экономическом блоке власти продолжают уповать на повышение ключевой ставки, как на единственный вариант как-то сдержать инфляцию. Министр финансов Антон Силванов напомнил, что Центробанк вполне может еще поднять ключевую ставку, если ранее предпринятых мер окажется недостаточно. Одновременно министр заметил, что на рост цен влияет целый комплекс причин. Господин Силванов их не назвал, а программа «Тысяча и одна секунды об экономике» называла неоднократно. Это рост косвенной налоговой нагрузки, тарифов, пошлин, утильсборов и акцизов. И последний пример был в прошлом выпуске нашей программы – повышение пошлин на импортное вино, при том, что производство своего сокращается. В Министерстве сельского хозяйства, правда, намерены исправить эту ситуацию. Заявлено о планах увеличить площадь российских виноградников на 20%, отдать под них в будущем году уже не 5, а 6 тысяч гектаров. Маленькая деталь – из федеральных и региональных бюджетов для поддержки отечественного виноделия выделено около 4 миллиардов рублей, а цены на алкоголь все равно растут. На недавно состоявшемся российском винодельческом форуме вновь заговорили об идее организовать онлайн-доставку алкоголя. Правительственное агентство РИО назвало это долгожданным сервисом. Что ж, правительственным пропагандистам виднее, что больше всего нужно россиянам. В свое время хотели организовать пилотный проект с онлайн-заказами и доставкой алкоголя на дом на базе Почты России. Но Почта России оказалась не до выпивки. Начался скандал с финансовой дырой в бюджете этой организации. Теперь виноделы уповают на гигантов интернет-торговли. Осталось снять юридический запрет на продажу алкоголя дистанционно. За отмену этого запрета выступают Министерство финансов, цифрового развития и экономического развития, сельского хозяйства, промышленности и торговли и Федеральная антимонопольная служба. Возражают Министерство здравоохранения и внутренних дел, которые опасаются социальных последствий. Пока дискуссии об интернет-торговле алкоголем в разгаре. А тем временем законодатели пытаются из лучших побуждений уронить отрасль интернет-торговли. Сначала появилась идея обязать все интернет-площадки первые 50 строчек в поиске в обязательном порядке отдавать российским товарам. Ассоциация интернет-торговли заявила, что это приведет только лишь к уходу посетителей сайтов таких маркетплейсов. Об этом мы рассказывали в одном из недавних выпусков программы «Тысяча и одна секунда об экономике». Сейчас рассматривают законопроект о регулировании интернет-торговли в стране. В компании «Азон» считают, что этот законопроект несет гибель всему бизнесу маркетплейсов. В частности, депутаты предлагают возложить на маркетплейсы ответственность за качество всех товаров, которые выставляются на продажу на онлайн-площадках. Кому-то это может показаться правильным, но на деле приведет лишь к тому, что маркетплейсы начнут массово отказывать всем продавцам, кроме крупных, и ассортимент товаров в интернете заметно оскудеет. Еще один спорный момент касается комиссий как самих онлайн-площадок, так и пунктов выдачи товаров, вокруг которых в последнее время тоже кипят страсти. Например, Генеральная прокуратура даже инициировала проверку «Вальберис» из-за новых комиссий, введенных этим маркетплейсом. В общем, тема оказалась тонкая и требующая тщательной настройки, а не рубки с плеча. С другой стороны, что там маркетплейсы, уже сам интернет оказывается проблемной зоной. Как отмечает агентство Telecom Daily, за год в Москве средняя скорость интернета выросла более чем на 20%, а в регионах страны, напротив, снизилась более чем на 6%. К тому же вокруг интернета разгорелись страсти по части C. В сентябре Федеральная антимонопольная служба выдала предписание большой четверки отечественного телекома компаниям МТС, Мегафон, Билайн и Теледва отменить плату за раздачу интернета. В МТС в ответ заявили, что тогда они поднимут общие тарифы за пользование мобильной связью. Так что компании и ведомства торгуются вокруг стоимости мобильного интернета. Тем временем российские провайдеры предвещают, что в будущем году стоимость домашнего интернета вырастет на 10-15%. Причина – рост расходов на обновление оборудования. Кроме сфер торговли алкоголем и онлайн-торговли вообще, грядут изменения и по части табачных изделий. Правительство решило наделить Министерство финансов полномочиями по выработке государственной политики и регулированию в сфере лицензирования, оказания государственных услуг и осуществления государственного контроля и надзора в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции и сырья для их производства. Проще говоря, Минфин станет главным по табаку. Причем тут Минфин удивится простодушный россиянин. Если вы хотите бороться с курением ради здоровья россиян, то логичнее отдать бразды не Минфину, а Минздраву. Но ларчик просто открывается. За счет ужесточения контроля Минфин надеется, что нелегальный рынок табака в стране сократится вдвое. То есть мимо акцизов ни одна сигаретная пачка не проскочит. И дым отечества станет сладок и приятен бюджету отечества. Так что скоро у всех производителей и продавцов табачных изделий именно Минфин будет вправе строго спрашивать. Папаша, огоньку не найдется? Но самое интересное приключение по части цен, как всегда, на рынке продуктов. В прошлом выпуске мы говорили о том, что в Минпромторге предлагают ограничить импорт тех товаров, которые производятся в России. Но это, по мнению экспертов, только подтолкнет цены еще выше. И вот очередная иллюстрация того, что вовсе не только девальвация рубля, но и государственная политика подталкивает рост цен. В Калининграде рыбоконсервный комбинат за родину прекратил экспорт продукции из-за убытков, а причина убытков – повышение тарифов и пошлин. Напомним, что на эти же причины, поясняя подорожание хлеба при рекордном урожае, сослался учредитель Национального аграрного агентства Александр Гавриленко. Но самая любопытная интрига этой осенью сложилась вокруг роста цен на куриное мясо. В одном из выпусков программы «Тысяча и одна секунда об экономике» мы тоже рассказывали о ней, но напомним краткое содержание предыдущих серий. Итак, в начале августа Министерство сельского хозяйства заявило, что небольшой рост цен на мясо вызван сезонными факторами, но ситуация не критична, и осенью стоимость мяса начнет снижаться. 24 октября Минселькоз заявил, что добился в октябре снижения цен на курицу. 25 октября на правительственном совещании президент России Владимир Путин возмутился резким ростом цен на куриное мясо на 27% с начала года. В тот же день в Министерстве сельского хозяйства и в Национальной мясной ассоциации заявили, что цены буквально сейчас пойдут на снижение, и с этой целью предложили запретить экспорт куриного мяса из России. И вот выясняется, если судить по сообщениям из регионов, что ни в течение октября, как первоначально было заявлено, ни вот-вот сразу после президентского совещания, как было заверено позже, рост цен на куриное мясо вовсе не остановился. И спустя полмесяца после этого совещания Министерство сельского хозяйства только согласовало план по стабилизации цен на мясо птицы и яйца. А за это время, если судить по данным Росстата, цены на курицу поднялись уже не до объявленных президентом 27% с начала года, а почти на 30%, а цены на яйца на 21 с лишним процентом. Трехэтажная конструкция заявления о победе над курьими ценами впечатляет. От уже снижаются, до не снижаются, но вот-вот будут снижаться. И, наконец, до еще не начали, но уже есть план, как этого добиться. А тем временем, федеральная антимонопольная служба обратила внимание, что майку лидеров по росту цен у кур перехватили помидоры. Обычное сезонное подорожание, как отмечают эксперты, обернулось почти аномальным ростом цен. Помидоры подорожали за 12 месяцев на 44, а с начала этого года, опять же, по данным Росстата, более чем на 31%. В задачке спрашивается, следует ждать совещания, на котором президент страны будет говорить о помидорах и напоминать об их существовании чиновникам. А СМИ будут рапортовать то о том, что рост цен на помидоры прекратился, то, что не прекратился, но вот-вот прекратится, то о том, что правительство подписало специальное соглашение с Национальным помидорным союзом и теперь ждет, что помидоры послушаются. В общем, людям есть что обсуждать. А вот помидоров или помидор? А тебе не все равно? Всю осень в парламенте и его окрестностях кипели страсти по поводу представленного правительством проекта бюджета. И вот новый поворот. Правительство предложило перераспределить 6,7 триллионов рублей расходов госбюджета. Это примерно 15% от всех запланированных бюджетных расходов. Перераспределить эти деньги предлагается в сторону финансирования военной операции и новых регионов, включенных в состав Российской Федерации. Поправки ко второму чтению могут предусматривать только перераспределение бюджетных средств в пределах общего объема расходов, успокаивает министр финансов Антон Силанов. Поэтому основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, остались неизменными. Вот тут почудилась опять сень, упомянутого в прошлый раз, издевательства над здравым смыслом. Это как же можно перераспределить 15% от всего бюджета, чтобы при этом его основные характеристики остались неизменными? Ведь любой россиянин с детства знает, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. Соответственно, вопрос, откуда достанут эти 6,7 триллиона рублей? Из здравоохранения? Из образования? Из социальных выплат? Или от продажи билетов на заседание Госдумы? Кстати, вот здесь бурно обсуждаемая в масс-медиа Алла Пугачева точно проиграла бы в популярности. Все это не очень ясно из публичной информации, поэтому у россиян остается естественный вопрос. Минуточку. Зачи счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Не так давно президент России Владимир Путин поручил к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% россиян. По его словам, число занимающихся спортом жителей страны неуклонно растет, однако есть еще куда стремиться. Идея хороша и для нашей страны довольно традиционна, благо лозунг «в здоровом теле и здоровый дух» заполонял в свое время многие спортивные сооружения советских времен. Чуть позже россияне узнали, что полностью слова децима юния ювенала звучали немного по-другому. В здоровом теле здоровый дух бывает редко. И в этом контексте диссонансом выглядит другая статистика. В стране быстро сокращается количество книжных магазинов. Так что кроме спорта, яиц и помидоров, было бы неплохо обратить внимание президента и в эту сторону. С 2020 года в России на 30% уменьшилось число книжных магазинов, и на 16% количество книжных издательств. Больше всего закрытий книжных компаний произошло в период коронавирусного кризиса, а по итогам прошлого года начало немного уменьшаться и количество публичных библиотек. Что ж, будем надеяться, что у нас еще есть шанс сочетать здоровое тело со здоровым духом. А для тех, кто ностальгирует по старым добрым книжным временам, 18 ноября на канале Финверсия пройдет очередной прямой эфир, посвященный книгам, которые нас выбирают. Ссылка на него в описании к этому видео. Вокруг упомянутой Аллы Пугачевой продолжают кипеть страсти. Сама Прима назвала своих недоброжелателей недоличностями и простилась со своими поклонниками. А недоброжелатели по-прежнему предлагают запретить ее концерты и ставят ей в вину то, что она назвала некоторых соотечественников холопами и рабами. Остается порадоваться за Михаила Лермонтова, который давно умер. Ведь он назвал Россию немытой и страной рабов. По нынешним временам нашлись бы доброхоты, запретившие бы издания его стихов. Если, конечно, они читают стихи. Но хуже всех, пожалуй, с Пушкиным. Спаситесь, мирные народы, вас не разбудят честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь? Наследство их из рода в роды. Ермо с гремушками. Добичь. Это не стихи. Ты послушай, какие стихи бывают, когда ведет. Товарищ Сталин. Страну вперед. Ты должен быть из стали. Любить жену, народ. На этом сегодня все. Ждем ваши лайки и дизлайки, комментарии и темы. Ссылки на другие выпуски проекта «Тысяча и одна секунда об экономике» в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал «Финверсия» и специальный канал «Тысяча и одна секунда об экономике» на платформе YouTube, а также на наши каналы на платформах Telegram и Z. Всегда рад видеть вас в числе подписчиков моей страницы ВКонтакте. И для того, чтобы мы не забыли о самом лучшем в дни, когда небо висит низко, из-за туч не видно солнца и кажется, что впереди только беспросветный холод и мрак, послание двух великих российских женщин. Уж сколько и упало в эту песню, Разверстую вдали, На станет день, Когда и я исчезу, С поверхности земли Засынет все, Что пела и порос, Сияла Ир волос, И зелень глаз моих, И нежный голос, И золотых волос, И будет жизнь С ее насущным хлебом, С забывчивостью дня, И будет все Как будто бы под небом. И не было б меня изменчивой, Как дети в каждой мине, И так, Недолго злой, Любивший час, Когда дрова в камине Становятся залой, Виоланчей и кабалькады чаще, И колокол в стиле, Меня такой живой и настоящей, На ласковой земле К вам всем, что мне Ни в чем не знавшие меры Чужие и свои И обращаюсь с требованием веры И с просьбой о любви. За то, что мне Примая неизбежность, Прощение, обид, За всю мою Безудержную нежность И слишком гордый вид За быстроту стремительных забытий, За правду, за игру. Послушайте, еще меня любите За то, что я умру. К вам всем, что мне Ни в чем не знавшие меры Чужие и свои Я обращаюсь с требованием веры И с просьбой о любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова